Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Военный эксперт Олег Стариков со мной на связи. Олег Иванович, здравствуйте. Да, добрый день. Олег Иванович, начать наш разговор я хочу с, ну, такого вступления небольшого, да. Вот мы перешагнули год, да, который вот характеризует начало большой этой войны. И сейчас вот такая прям дискуссия разгорается, и она вот как бы перекочевала 24-го в следующий день и дальше, что, мол, на самом деле войны-то 9 лет, и все началось в феврале, но 2014-го. Сегодня на самом деле очень сложно оглядываться назад и подводить какие-то итоги. Со своей стороны, на чем бы вы сделали акцент, вот провожая этот год и вступая в год новый? Ну, тут есть вопрос философский, политический и военный. Философский был такой государственный деятель Шарль Молюй де Толерант, это министр после революционной Франции. Его устам принадлежат такие франции. Но она это слишком серьезное дело, чтобы поручать ее войну. То есть сама логика построения государства, всех государств, которые говорят о том, что гражданское общество должно контролировать военную организацию. Это, кстати, является одним из стандартов НАТО, один из принципов НАТО, которые мы объявили. И в принципе воплотили, приняв закон о православной национальной безопасности, где написано, что Минобороны, как центральный орган выкона в Чернады, гражданских, входит в кабинет министров, не управляют взбройными силами Украины, а только осуществляют военно-политическое руководство. Что это означает? Директивы, обеспечение, финансирование, присвоение первого воинского звания, потом полковника, ну и звание под подачи Верховному Главнокомандующему в генеральский экзамен. Второе. Дело в том, что само по себе Верховный Главнокомандующий избирается, который непосредственно руководит бройными силами, он избирается народом. То есть это одно из тех же принципов, что раз он избирается, значит гражданское общество руководит вооруженными силами. И вот когда на всех эфирах у меня спрашивают, да вот то-то, то-то, я говорю, Верховный Главнокомандующий имеет полное право и несет полную ответственность за все приказы, которые он дает вооруженным силам, и не только политическую, ну и рискует, но и тому подобное ответственность. Это второе. Третье, очень важное. Дело в том, что меня, я всегда думаю на будущее, а не на то, что произошло. Войны всегда закончатся. А что будет после войны? Вот это самое основное. Я считаю, вы журналисты и люди, которые чуть-чуть понимают, что происходит, вот у меня спрашиваете, это самое важное, чтобы общество начало обсуждать, что будет после войны. Что будет. Потому что реально, кому интересно, можно почитать всю историю, в историях написать, что было после войны и дальше, что происходит. Нам самое главное, сохранить демократические направления движения нашей страны. Обязательно. Ради чего мы воюем? Лозунг. Свобода обусмер. Свобода. Свобода это демократия, свобода слова, ну и тому подобное. Все, что входит в понятие свобода. Обусмер. Мы воюем за свободу наших государств. Не за тоталитаризм, авторитаризм, а за свободу за европейский, демократический. Это очень важно. И четвертое, что я хотел бы сказать. Военное. Дело в том, что как человек военный, кадрово-военный, я сын военного, сам кадровый офицер, 30 лет прослужил. Я рассуждаю, у меня мировоззрение военное. Вот когда война закончится. С точки зрения военно-искусства, военной науки, она будет идти очень долго. По моему, опять же, военному опыту и знаниям, самым минимумом это конец 1924 года, максимум 1927 год. Но, опять же, возвращаясь к первому тезису, все руководят политики. В любой момент может произойти. В любой момент. Из-за начальных гуров, генерал Буданов, говорит, вот мы где-то 7 с минут, 7 с минут, полномасштабно масс. Ну и может быть продолжение, дополнительные, пенальти. Но все равно, он цифру сказал. Я, в принципе, уже уровень у него стратегический, а не военный. Поэтому он получает какую-то информацию, имеется то, что мы не допущены. Но, опять же, что можно проанализировать по этому? По всей видимости, что-то происходит, и мы видим, я так думаю, будем обсуждать. Вы среди стран, которые являются главными или бенефициарами, и главными те страны, которые несут потери от этой войны. Российско-Украинской войны. Они несут потери. И, в принципе, весь мир, он заинтересован, чтобы одни страны заинтересованы, чтобы она была дольше, другие, меньше. Ну и каждая страна заинтересована. Я говорю про внешних игроков, а не про Украину. Я про Украину сейчас не говорю, я говорю сейчас про внешних игроков. Это очень принципиально важно. Поэтому каждая страна это будет делать, решать свои задачи. Поэтому, как Миша Чаполыга говорит, в любой момент можно перевернуть доску. И Российская Федерация, она, в принципе, она, выход из ДСМВ, опять же, я так понял, мы будем говорить, она может в любой момент сказать, что она перевела доску, перевела войну, российско-украинскую, уже войну между Россией и Соединенных Штатов Америки в рамках гонки вооружений, ядерного издерживания. А с другой стороны, она может, как, в принципе, я полностью согласен, что может объявить войну, войну эту СВО мы заканчиваем. Вот что мы дальше будем делать. Поэтому вот эти четыре важных пункта, которые, отвечая на вопрос, и маленький пятый, опять же, связанный с стандартами НАТО, и о чем я в этом деле уж профессионал. Контроль, если мы не будем осуществлять военное время, военное время, сейчас от некоторых представителей власти начали, так, проходят, не начаться. Значит, контроль за то, что коррупционные деяния, не начался. Мы закончим войну, будем разбираться. Нет, вот как раз начать, в стандартах НАТО, в доктринах НАТО, где нигде не написано, чтобы гражданское общество, а гражданское общество осуществляет контроль за военной организацией, о чем я сказал в самом начале, не контролировало, не контролировало именно факты, связанные с властью, которые обеспечивают вооруженные силы. Я сейчас говорю не в ВСУ, я не в ВСУ, я говорю про Минобороны, Кабинет Министров, которые по законодательству Украины отвечают за оборону страны. Поэтому вот это не начать, в правильные силы пусть воюют, это их задача, а Министерство обороны должно обеспечить всем необходимым, как Центральный Организм и Гражданская Власть должна осуществлять демократичный цивильный контроль. Это является тем, к чему мы идем. Опять же, свобода об усмырье. Свобода, свобода на первом месте. Олег Иванович, мы сейчас на этих моментах остановимся. Вот только одно непонятное. Президент Чехии заявил в интервью, кстати, украинскому Суспильному, что единственная преграда для Украины вступление в НАТО – это боевые действия. Мы уже слышим неоднократно подобное, скажем так, высказывание о том, что вот после войны самолеты дадим, как британцы. Вот после войны в НАТО вас будем принимать, говорит президент Чехии. И все чаще вот слышатся вот эти формулировки после войны. Китай демонстрирует, как он видит всю ситуацию, эти 12 пунктов, которые там являются не сколько мирным планом, сколько, наверное, декларацией страны, позицией страны в отношении войны в Украине. Они же вот переплетены очень сильно с вот этой помощью, которая как бы тайная, где-то идет, сообщают они, которая вот-вот начнется, сообщают другие, которая может быть даже открытой военной помощью Российской Федерации от Китая. Что вы думаете об этом, насколько вот Китай включился как игрок как раз-таки в этот момент, когда все начали о каком-то послевоенном будущем Украины говорить? Ну, во-первых, и самое основное вооружение, вот все страны, то есть те страны, которые наши стратегические партнеры, они заявляют, что все основное вооружение придет после войны. То есть будут после того, как будет обеспечено безопасность страны, ну как война закончится, будет проведена международная конференция, и потом на этой базе, опять же политической базе, но база эта будет рассмотрена только по итогам войны, поэтому сейчас Украина готовится решить проблемы, свои проблемы территориальные, проблемы с урентитетой территориальной целостности на полях стражений. По-другому не получится, только на полях, поэтому я всегда сначала говорю, все решится на полях стражений. Первое. После того, как это все будет закончено, опять же, датой я уже говорил, после этого договора, мирной конференции, Украину будут вооружать всем необходимым, в том числе военно-воздушными силами. Да, действительно, эти F-16, это серьезные самолеты, это в принципе, это не истребители, это бомбардировщики. Потому что F-16 идет как бомбардировщик, а F-15 как истребитель его прикрывает. Ну так, а мы все говорим, истребители, это он чуть-чуть по-другому называется, но это как прикрыть. Второе. Все, что связано с системой ОПО, то же самое. То есть Украина построит, после войны, сейчас Украина строит армию по стандартам НАТО, а после войны она уже будет вооружена вооружением НАТО и будет по штатам, опять же, страны НАТО. А для этого необходимо принять все стандарты НАТО. Станаги. Их 1300. Я до сих пор не пойму, почему министр обороны Резников не примет одним своим приказом, которым дано им законом Украины про счетов на истанализмин до окрымых законодавших, счета висковой стандартизации. Им это право. Почему он не принимает? Не знаю. Всего 300 или 350 станагов принято, а дальше страны не принимают. Вот это у меня тоже очень важен. Такой вопрос. Война закончится. Мы будем строить свои вооруженные силы. А их, может быть, сейчас лучше бы уже начать имплементировать? Ну, пять. Так. Это по вооружению. По Китаю. А, по Петру Павловну. Петр Павел. Это президент Чешской республики. Очень уважаемый. Генерал армии. Четырехзвездный генерал. Очень уважаемый человек. Не только в своей стране, но и в НАТО. Он был председателем военного комитета НАТО. 14-го года. Я помню, когда вот все это началось. Он вел, он вел, то есть он максимально помогал Украине со стороны военного комитета. Он пользуется большим авторитетом нашего генералитета. Так же сам он с большим уважением относится к нашей стране. Поэтому его заявление, он просто так никакие заявления не делал. Но он военный, стал сейчас гражданским. Был, как его, был военный, стал гражданским. То есть верховный главнокомандующий. Сейчас у него, он мировоззрение было военное, потом военно-политическое, политика военная. А сейчас он стал политик. Но обратно верховным главнокомандующим. Поэтому он и заявляет, что по стандартам НАТО принятие страны, в принципе, можно только после того, как завершатся боевые действия. Это он опять же говорит по стандартам, по директивам того, что нет. Возвращаясь теперь к Китаю. Что делает Китай? Китай решил занять, то есть он уже занимает, как вторая страна в биполярном мире, он уже в мире был монополярный, сейчас уже даже американцы говорят, что уже в мире биполярный, как вторая страна по военной и экономической мощи на уровне Соединенных Штатов Америки, решил занять свою нишу в решении вопросов, связанных в создании новой архитектурной безопасности, которая будет создана по той конференции, о которой я говорил, по украинской конференции, по окончанию Российско-Украинской войны. Это будет большая, по всей видимости, конференция по новой безопасности, ну, заема Хельсинский 2.0. Ну, может быть, Самбул 2.0, ну, не знаю, может быть, Аман 2.0, Дубай. Это не принципиально важно, но архитектура безопасности будет новой, поэтому с учетом того, что происходит, страны, Украину-то в коалицию вошло 50 стран, а не 192 страны, которые вон ходят, если я не ошибаюсь, но в десятках не ошибся, там, может, без единиц это ошибается. А по населению и по ВВП 1,2 миллиарда нас поддерживают примерно, а 6,3 миллиарда относятся, воздерживаются. Так называются страны глобального юга. Кстати, на конференции, в Мюнхенской конференции по безопасности, в докладе перед этой конференцией, во время конференции, страны, то есть на этой конференции рассматривались Китай, Россия и глобальный юг. Вот три проблемы. Те проблемы, которые влияют на безопасность. Так вот, я, по моему мнению, Китай занял, решил, то есть он занимает на свою сторону, притягивая страны, так называют, глобального юга. А эти вот 6,3 миллиарда. У Китая 1,5 миллиарда, в Индии 1,5 миллиарда, Саудовская Аравия, Бразилия, Малайзия, Южноафриканская республика. Сейчас, кстати, учение проходит в Южноафриканской республике, где они, и этот, ЮАР, и Индия, если мне памятник, изменяют российские цирконы, с кораблем циркона, и фрега. Поэтому он решил занять вот эту нишу. И самое главное, 12 пунктов. Эти 12 пунктов, это прекрасные пункты, но они, знаете, за все хорошее, против всего плохого. Реально, то есть там написано все, все, что написано в уставе НАТО. То есть они сказали, мы это принимаем, давайте уже решать вопрос. Вопрос войны и мира. И они заняли вот эту позицию. Поэтому, с одной стороны, что делает Китай? Вот маленькая справка. Некоторые считают, что Китай оказывает помощь своими 12 пунктами за выступление за территориальную целостность. Вот так считаем. Но у Китая другая мировоззрение. В каком плане он сказал? То, что территориальная целостность, это какие страны? То, что признано он? Или исторические территории, которые туда входили? Сейчас уже в Китае выпускают карты, где Владивосток, Сахалин, историческая территория Китайской Народной Республики, которая в 19 веке завоевала царская Россия. Но почему? Они же это очень хорошо помнят в 19 веке, когда опивные войны были. И кто эти опивные войны насаждал? И как страна 25% ОВП в мире тогда была в 19 веке, превратилась в самую нищую страну. Они это все помнят. Поэтому у них историческая память. Так вот, исторические территории или те территории, которые законопризнаны по Харксуэль, по Хельсинскому Союзу? Это хороший вопрос, да. Вот это надо. Да, да, поэтому надо, как вот, люди, которые, Китай – это другой мир. Вот у нас, например, мы славяне, англосаксонцы, такой, что надо дать в ответ, да? Нету драк, то есть драка в этот – дай морду, тебе дали в морду, ты в ответ. Ну, такая принцип – обязательно ответ. А в Китае нет. Китай, у них, я вот изучал там, значит, у них, когда служил еще, там, когда еще служил, так, изучал их психологию. Так они такая, это у них отступление, это не поражение, это приносит новые возможности и путь к маневру. Пелоси приехал, ну, они могли ударить, могли, но не делали, потому что у них другая психология. Они говорят, мы подождем. Так вот, китайцы, когда уже считают, что Штаты России проиграла, они выиграли, вот в той войне, которой, они уже это считают. Поэтому у них самое главное не втануться в ту, вот эту военную конфронтацию, которая сейчас есть. Они отошли. А поясните, пожалуйста, здесь очень интересный момент, а почему так? Почему, то есть США уже проиграл? Они встали на схватку. На схватку. То есть самое, вот я же говорю, почему они втягивают, то есть притягивают себе глобальный юг. Потому что я могу сказать, что и Россия делает для того, чтобы понравиться глобальному югу. Дело в том, что мы миротворцы, мы готовы за переговоры. Мы готовы, боюют, но они говорят, мы за переговоры. Так ли? Мы за переговоры. Мы в любой момент сядем за переговоры. Например, по каким условиям, это уже отдельная тема. Но слово переговоры, правильно? Мы готовы, как его, там разрушение, ну всякие дают инициативы. Следующие сказали, что мы не будем применять ядерное оружие. То есть они хотели сначала применять, да? Было такое книжное. А сейчас они с учетом того, что Индия и Китай очень сильно надавили. Они отошли назад, они понимают, нельзя это. Они против. Значит, все основные разговоры о применении ядерного оружия на территорию Украины, это маловероятно. Это в принципе не может быть, потому что Китай против, Китай и Индия категорически против. Они отошли от этого. Вот в чем. То есть они над схваткой. И другое. У них сейчас самое главное, они, опять же, геополитические обстоятельства, они борются с Штатами для того, чтобы решить геополитические вопросы, экономические вопросы. И третье, самое важное. Война между Китаем и Соединенных Штатами Америки будет. Они готовы к 24-27 году, вот в этот период. Они сейчас не готовятся. Почему? Потому что Китай, чтобы стать настоящей страной, гегемоном, то есть не гегемоном, а биполярном мире, значит, им надо выйти с Южно-Китайского моря. Они должны стать мировой державой, морской. А Пятый флот США, то есть Тихоокеанский флот США, их закрыл в Южно-Китайском море. Их оттуда не выпускают. Они же острова на 12-13 островов построили, они базы свои ставят. Поэтому они должны выйти. Если они выйдут, значит, они становятся континентальной страной. Континентальной. А континентальная – это не страна, не биполярная. То есть это не новый гегемон становится. Это совершенно другой. Гегемон я беру в кавычках, они по-другому к этому относятся, они по-другому на это смотрят. Я гегемон, я в отношении Соединенных Штатов Америки, как их там называют. А китайцы смотрят по-другому. Поэтому война между ними будет. Война за Тайвань маловероятна. Почему? Потому что в Тайване они не втянут себя. Потому что самое основное, если не будет война, то все заводы, которые производят вот эти чипы, чипы, которые там 2-3 нонометра, это 2 нонометра – это 1 атом. То есть уже чипы там 3 атома, вот эта подложка есть. В таком мире никто не выпускает. Только там 7, 8, 10. Почему сейчас американцы приняли санкции, чтобы в России не продавали технику, бытовую технику, дороже такой суммы? Потому что чипы самые по себе уже не новые, а еще старые, связанные 90-е годы. Ну, кстати, шахиды на этих чипах летают. Да, очень интересно. Олег Иванович, вопрос важный. Это ситуация с открытием 2-го фронта. Здесь, в войне в Украине. Две мы видим очень интересные, скажем так, сюжетные линии. Первая сюжетная линия, понятно, это Приднестровье. О нем многие говорили. Даже на этой неделе, собственно, даже какой-то такой вариант эскалации, да, вот провокации. Все обсуждали, все, собственно, переживали. А что же там, как начнется? Молдова заявляет, что да, там немного российских военных, но они лучше оснащены, чем мы, молдаване. А вот Украина, собственно, готовится и вот защищает границу, да, с Приднестровьем, с Молдовой. Это вот одна сюжетная линия, но она достаточно показательна. Вот как вы думаете, спичку поднесет кто-то к Приднестровью или ее уже поднесли, просто сейчас вариант, потухнет она или упадет? По моему субъективному мнению, ни Европа, ни Евросоюз, ни Штаты, ни Российская Федерация, ни Украина не заинтересованы, что на этой территории может что-то возникнуть. То есть шпичку может поднести другая страна. Какую я в принципе, какая-то другая страна. Вот типа там взорвали что-то, и Северный поток кто-то взорвал, там еще что-то такое. Какая-то другая страна, она может. Почему? Потому что второй фронт Украина не потянет. У нас есть Восточный фронт, который мы сейчас решаем те задачи, о которых мы, наверное, будем говорить. Это 800 тысяч километров, и мы очень тяжелые бои идут. Еще второй фронт, мы там держим 3-4 бригады. Может быть, эти вооруженные силы на Восточный фронт бросят, а не там прикрывать, если что-то там в Молдове появится. Это я говорю с точки зрения безопасности Украины. Мы же войска держим еще на белорусском направлении, 1400 километров границ, мы держим там группировку. Она стоит просто, она прикрывает. Поэтому для Украины, знаете, в мире, если у нее Штаты Америки, по ихней военной доктрине, могут вести полторы войны. Штаты могут полторы войны вести. Россия тоже думала, что она может вести полторы войны. А после того, по Украине это не считали полвойной. А потом уже в сентябре поняли, что это война. То есть они войну уже ведут. А где еще полвойной будут вести? Так вот еще по войне, это вопрос такой. Теперь по Приднестровью. Там у них, там находится бригада, три батальона, два батальона по охране, один батальон миротворческий. Ну это максимум там 3000 человек. То есть само по себе личного состава мало. Но дело в том, что там, конечно, большое количество вооружений там находится. Но для того, чтобы его вывезти, молдаване заявляют, завтра его вывезти. Его просто невозможно вывезти. Просто там такое количество. Это самый большой арсенал, который есть в Европе. Я маленькую просто справку дам. Арсенал, они такими кубами, оружие стоят. Так в этом кубе 100 условных вагонов. А эшелом 50 условных вагонов. То есть один куб вывезти, это два эшелона. То есть это все вооружение вывезти, необходимо сотни или тысячи эшелонов. А это еще надо погрузить. А кто это будет грузить? Это вот эти два батальона, которые охраняют их, физически делать невозможно. Следующее. Я так, в принципе, предполагаю по своему военному опыту. Все эти склады все заминированы. И в случае чего-то, их захвата, они будут все зорваны. То есть это будет эквивалентом, дай бог, как там чуть ли не атомный взрыв. По эквиваленту принят ротового. Поэтому следующее. Конечно, Россия туда подвезти свои войска не сможет. И заход в терраску, в аэропорт захватывает. Но это, знаете, это больше для СМИ. Потому что их никто туда не пустит. Это ясно. Система ПВО работает. А кто ИЛ-76 сюда с личным составом будет пускать. Это все. Игру это больше для СМИ. Поэтому для Украины самое основное, для Украины это основное, чтобы этого не допустить. Это первое. И второе. Политически, насколько я понимаю, насколько я изучаю, там это же два плюс. Для того, чтобы войска туда вели, необходимо решение изменения законодательства Украины. Изменения законодательства Республики Молдова. Раз мы, члены, стремимся в Европу, надо спросить разрешение ОБСЕ у Совета Европы. Следующее. Там ведь эти, что я не знаю, 5 плюс 2. Было договор под эгидой ОБСЕ. 5 плюс 2. 5 стран, ОБСЕ, Штаты, Россия, Украина и Молдова. Не, не, Россия, Украина, еще какая-то страна у меня. А Молдова и Приднестровье 5 плюс 2. Они договаривают, они Тирасполь с Кишинева договаривают. У них нормальные отношения, нормальные. Они уже в ближайшее время будут потихоньку сами туда интегрироваться. Потихоньку, потому что у них, как его, Кишинев дал полное разрешение Тирасполью торговать, выработать товаром под эгидой Молдовы. Они торгуют. Ну, то есть, там у них экономически, политически, все идет к сближению, не разъединению, а сближению двух этих территорий. На какой основе, это их дело. Как они там будут делать? Единая страна или федерация? То есть, это их не дело. Но он идет потихоньку в сближение. Поэтому, опять же, внутриполитическая борьба там идет. Но до того, чтобы развязать войну, я думаю, что сам на это не пойдет. Их парламент тоже. Потому что они, насколько я понимаю, у меня там и знакомые живут. Они в Молдаване там все, чтобы ни в коем случае войну не допустить. Именно основное мнение, где-то процентов 90, против войны. Да. Олег Иванович, про Беларусь мы так обмолвились. А сегодня новость пришла от Вольфовича, ну, белорусского, что полтора миллиона в случае объявления военного положения сможет выставить Беларусь. Мобилизовать, снарядить и, ну, скажем так, поставить под ружье. Число большое оказалось. И как-то, ну, не понимаешь, а зачем делать такие заявления именно сейчас, когда там Украина, в свою очередь, просто так совпало, наверное, два километра границы, ну, вот, шириной, да, минируют. То есть еще больше укрепляется со стороны Беларуси. Нам ждать второго похода на Киев, к этому все идет. Это маловероятно со стороны Беларуси. Я еще до войны всегда говорил, что не делайте все возможное, чтобы Беларусь не стала нам, да, холодный друг, да, естественно, все, но ни в коем случае, чтобы горячей фазы не было. И Лукашенко сам, он тоже упирается, и он это не делает. Он прекрасно понимает, что у него задача другая. У него задача в союзном государстве другая, как белорусский военный округ. Это округ по противодействию, по удару или сдерживанию стран НАТО. А конкретно это буферная зона для Российской Федерации. Буферная зона. Поэтому у него и белорусский военный округ был для этого особенно. Вот у нас Прикорпатский, Одесский округ, это были войска первого эшелона. Киевский округ, это второй эшелон. А белорусский округ, это им конкретно на, опять же, второй эшелон, но уже как первый тыл, который дальше пойдет на наступление. Второе. Там действительно вооруженные силы у него очень серьезные. Всегда белорусы, они всегда хорошо воевали, солдаты у них хорошие. Могут им полтора миллиона, могут-то выставить. Только вопрос, какой он вооружение возьмет. Такого количества вряд ли. Потому что вооружение все, в принципе, вывозили в Украину. Или в Россию вывозили, или в Украину. У них таких складов, арсеналов там особо нет. Да, действительно, свои вооруженные силы есть, но арсеналов нет. Но есть еще очень важный момент, который мы все упускали. На территории Белоруссии находятся два стратегических объекта. Первый объект – это станция предупреждения о ракетном нападении, которая входит в систему противоракетной обороны, именно вооруженных сил Российской Федерации. ДСНВ, я же уже рассказывал про ДСНВ, или будем говорить. Это первое, это очень важное, которое прикрывает Запад, Запад, западное направление. И второе – там находится узел связи с подводными лодками, с ПЛАРБами, то есть с ядерной триадой, там совершенно другое. Здесь СДВ-диапазон, там совершенно другие частоты, только вот там находят. То есть два стратегических объекта, которые Россия никогда не отдаст. Еще раз говорю, никогда не отдаст. Если эти объекты будут разрушены, или выведены из строя, или это, то у России будет нанесен глобальный ущерб на западном направлении. Намного сильнее даже, чем сухопутник. Поэтому Россия там будет, и, кстати, и Лукашенко об этом прекрасно знает, он этим и пользуется. Он пользуется этим. И, кстати, для своей страны он пользуется это прекрасно. Он прекрасно получает все, что он требует, он все получает. И для своей промышленности. Там дешевый углеводород, ну и тому подобное. Поэтому там, опять же, для Украины северо-запад, именно северо-западное направление сейчас, можно сказать, более-менее стабильно. Я не говорю, что такого не может быть. Но вот на сегодняшний день, на 26 число, вот на это время, которое мы снимаем, на полдень, в принципе, все более-менее холодно и стабильно, и угрозы особо нет. Ну, мы войска держим, я уже сказал. Да, восток Украины. И там сообщения о новых, ну, как бы, в кавычках, успехах российских войск. Там приходит информация о селах вокруг Бахмута. Есть уже определенные карты и заявления от украинских военнослужащих в соцсетях о том, что там простреливается уже эта единственная дорога снабжения российской стороной. Насколько ситуация критичная? И о каких мощных успехах на Востоке говорил Зеленский, когда в своем обращении ставил на этом акцент? Есть ли вариант, что все может резко измениться как раз-таки на Донбассе? Ну, сейчас ситуация, опять же, после того, как была смена командования Российской Федерации, Герасим его назначили, и по командующим север, юг и восток, в принципе, основной удар у них идет по тому, чтобы взять первый укрепроем. У нас четыре укрепроема, это первый укрепроем, это Бахмут и следующий в север. Поэтому воюют там ведь Чивака, ихний Вагнер, и оно само по себе, вот это конфликт между Эмо и Пригожиным, между Шойгой и Пригожиным, и Герасимом. Потом они же как еще разыграли, сначала Пригожин говорил, ну воюем лучше вас, да, а Минобороны не дали боеприпасы, попробуй без боеприпасов повоють. Потом говорит, на тебе боеприпасы попробуй все, возьми. То есть вот это, вот это, как вот это, что они между собой там грызутся, да, не знают только за что они там грызутся, да. Ну, хотя деньги, конечно, на войну очень большие. Поэтому это нам в этом плане чуть-чуть помогает. Но здесь столкнулась, это я ихнюю политическую сеть, арнаши, здесь столкнулась, я неоднократно говорю, политическая целесообразность и военная необходимость. Военные, по военным, по военным всем, искусству там, по военной науке, отступление это не отступление, это не поражение, есть маневр. Наступление, отступление, атаки, тому подобное, это маневренная война. А политическое руководство, высшего военного политического руководства, приняло такое решение. Поэтому, что там будет, за принято решение отвечает верховный главнокомандующий. Раз он принял такое решение, когда была ставка, я так понимаю, он когда читается, какие ставки идут, да, он каждый день, где ставка, он отчитывается, о том, что говорит так и так, мы приняли такое решение. Все главком, начальник генштаба, командующий по направлениям докладывают. Принято решение, военные выполняют. Военные обязаны выполнять решение гражданской власти. Еще раз повторю, обязаны выполнять. И она подчиняется, военные подчиняются гражданской власти. Поэтому несет ответственность Верховный Главнокомандующий. Посмотрим, что дальше будет. Чему это приведет? Чему, опять же, по военной логике, там уже построен второй эшелон. В принципе, можно оттуда отойти. Сейчас тепло. Если сейчас вообще все станет слякой, попробуй отвести тяжелую технику. Личный состав отойдет, а ты тяжелую технику отведи. Я что понимаю, над этим надо уже думать. Или, может быть, уже отвели тяжелую технику. Мы просто много что не знаем. Может, технику отвели, осталось только личный состав, который выполняет задачи в тех местах, где в оборудованных местах, в принципе, защищает. Поэтому много чего не знаем, много всяких наговоров. Мы посмотрим, как, что там дальше произойдет и к чему это все приведет. Но я опять же говорю, с военной точки зрения, я сказал, политической. Дальше посмотрим, что по результатам, что верховный Главнокомандующий... дамбу там возле Бахмута прорвали, чтобы, как сообщают, как сообщают, сдержать наступление российских войск. Обычно мосты, дамбы, обороняющаяся сторона в самом финале сражения подрывает и уничтожает. Это означает, что скоро Бахмут падет? Ну, дело в том, что, опять же, там виднее пойдет или не пойдет, то беру командующую, там, я так понял, генералов Сырцкий командует, то есть осуществляет руководство. Ему виднее, но дело в том, что если разлив, значит, получается, на той территории личный состав не может пройти, не говорю уже о технике. А раз не может пройти, это, значит, замедлит наступление. Это первое. Значит, мост тоже самое, связанное с маневрами наступающей стороны, а может с маневрами обороняющейся стороны. Поэтому, опять же, рассуждать, говорить уверенно, это можно показать, это глупо. Мы не знаем реально обстановки на поле боя. Это первое и второе. Раз взорвали, то, в принципе, вы выполнили, то есть, решают, пользуются всеми возможностями территории, которые есть. В принципе, это же не первый раз взорвали. Мы взорвали и раньше, когда было за Северодонецк, там тоже взорвали, там, и когда наступали, когда было наступление, когда мы отступали, ну, отходили чуть-чуть. А потом в Харьковском, в Харьковском наступательной операции все взяли и освободили. За идем сколько там, полгода воевали, а его освободили за неделю. Поэтому военным, ведь не я, они у них все это планируют. А мы можем только сейчас рассуждать. Ну, пока, по крайней мере, все идет. И если мониторить то, что говорят с той стороны, они с большим уважением относятся к нашим солдатам, говорят воюют, дай-то бог. Это очень хорошо. Потому что уже нет того, что шапка закидательства, мы сейчас придем, всех разгоним, там, они все разбегутся. Говорят о очень большом уважении. Значит, мы показываем, то есть, наше ВСУ показывает героизм, стойкость. И, значит, пройти очень быстро. И на, на, так легко у них не получится. Будем ждать результатов. Что вы скажете о наступлении ВСУ? Каким оно будет? Будет ли? В какие сроки? Все обсуждают вот этот вот разрезающий удар для сухопутного коридора России в Крым. И, соответственно, там, кто-то говорит о движениях на Мелитополь, кто-то на Бердянск, а кто-то вообще говорит, что вполне вероятно. Ситуация, которая там в Углидаре может резко поменяться. И вот по оси Углидар-Мариуполь, чуть ли там не Мариуполь, могут начать освобождать вооруженные силы Украины. Странная, как бы, диспозиция, но все уверяют, что наступление ВСУ точно будет. Что думаете вы? Ну, во-первых, когда генеральный штаб готовит такого рода наступление, это является совсекретным. Может, даже особой важности. Допущенный к ним максимум человек пять. Ну, начальник главного оперативного управления, кто готовил этот план, начальник главного оперативного управления, начальник генштаба, верховный главнокомандующий, ну еще может быть несколько человек, ну человек пять. А тут уже конкретно, куда пойдет. Поэтому меня, как человека, который отличал в том числе и за сахарной составляющий государственную тайну, меня это как-то чуть-чуть, я не груша напрягает, но я смотрю, что есть такое понятие легенда прикрытия. Это пользуется военным искусством легенда прикрытия, то есть маскировка. Маленький пример. Говорили летняя компания 22-го года, говорили, что удар будет по Херсону. Россияне туда все войска свои бросили, самый лучший удар был по Харькову. Харьковская область освобождена. Легенда прикрытия сработала. Потом и Херсонская область в принципе без особых усилий, помощи ударов по логистическим направлениям, они сами оттуда ушли. Здесь, куда будет удар. Опять же, гнают только несколько человек, и войска сейчас готовятся. Но распутиться, сейчас распутиться опять идти техникой, пробить вообще-то невозможно. Как они, если пойдут техника пробивать, значит, танки саму по себе еще до сих пор не пришли. Но их еще надо западную Украину сюда притащить, правильно? Их ведь на трейлерах не привезешь, только на ЖД, на платформах, потому что трейлеры больше 60 тонн. Мосты, по каким мостам пойдут. Поэтому здесь, сейчас я так понял, уже начнется охота за этим. По логике они должны это делать. Но с другой стороны, одним взводом ты ничего там не пробьешь, и роты не пробьешь. Ну, взвод это три танка, а рота там 10 танков. Ну, по западным стандартам 14. Ты 14 танков ничего не пробьешь. Там надо, как минимум, пару бригад. Бригад это около 100 танков, 200 танков. На грязюки они не пойдут, они завязнут. Они просто возьмут и завязнут. Значит, надо искать тех, когда подсохнет, когда будет соответствующая у нас развита информация, когда будут подготовлены соответствующие тыловые подразделения и тыловое обеспечение. Потому что войны выигрывают тыл. Войны выигрывают логистика. Вот Херсон мы победили, то есть освободили без, в принципе, без особых сил, и разбили логистику. Они сами ушли. Так же самое, нам ведь это уж логистику надо подвезти. А как ты ее подвезешь? Один танковый батальон, где они используют две цистерны 60-тонных дизеля. Это ж надо эшелона подвезти. Правильно, что это развести бензовозами. Это ж не про, это все ж надо посчитать. Боекомплект надо повезти. Они все тоже смотрят, контролируют разведка, где надо его рассредоточить, чтобы он был небольшими складами, а маленькими, что в случае, если прилета, они не взорвались. Это тяжелейшее планирование. Это очень тяжелейшее планирование. Если кто-то говорит, вот завтра не будет завтра. Я вижу генштаб и главком, в принципе, очень серьезно считают и серьезно поступают, что они не спешат с этим делом. Войны готовятся к войне годами. Годами. Азербайджанская республика готовилась 30 лет в войне, а за 40 дней решила свои задачи. Так вот, сейчас надо подготовиться, будут готовиться очень серьезно для того, чтобы за сутки-двое решить эти вопросы. Но решить. То есть ведь есть еще и противоположная сторона, как делать все возможное, чтобы был удар такой, где они и не ждали. Чтоб не получилось, как по опыту Второй мировой войны. Немцы ждали, что в Кале будет высадки союзников. Они в Нормании высадились. Вот это явилось одним из причин, что фронт, то есть уже союзники высадились в Европе. Так и тут, главное, определить, чтобы удар был, чтобы Герасимов этот удар не разгадал. Да, действительно очень интересно, скажем так, происходит вот эта информационная составляющая и составляющая на Земле. Маленький еще, спасибо, что сказали. Так вот, в современном, даже не современном, оно уже и всегда такое было. Есть такое понятие информационное обеспечение будущего места проведения боевых действий, информационное обеспечение ведения боевых действий. Так вот, мы сейчас видим вот этот первый этап информационный будущее места боевых действий. Он, по всей видимости, он является отвлекающим, то есть идет прикрытие, легенда прикрытия для того, чтобы основной удар был нанесен в другую сторону. А может быть не в другую, может это вопрос такой, скажут, а это на это место говорят, значит тут ничего не будет, мы будем, типа самые основные силы бросим другом, а удар будет сюда. Поэтому здесь определить только военное искусство генштаба, начальника генштаба и главкома будет влиять на все. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, напишите, что вы думаете. У меня финальный вопрос и он, ну, непростой. Все чаще в соцсетях украинские военные публикуют видео обращения с недовольством нового, ну, которое касается нового порядка выплат надбавок и премии. одни солдаты пишут, что вот мы на передовой обещают платить по 100 тысяч, платят фактически 20, плюс еще с этих денег нужно бензин покупать, какие-то, скажем так, нужды оплачивать, а не там семью отправлять, которая ждет в тылу дома солдата. Ну, действительно, вот документ, который в Украине действует от Минобороны с 1 февраля, в нем вот эту надбавку 100 тысяч боевых вот по-прежнему получают те, кто непосредственно на передовой, но только если это подтверждено журналом выдачи вот этих боевых распоряжений. То есть есть еще какая-то бюрократическая история по поводу этих выплат. Ну и, конечно, многие, ну, как бы жалуются, что вот есть же Херсон, который каждый день обстреливают, есть там работа, и это вроде бы как, ну, линия фронта, но, собственно, там вот этих боев нет, там есть, как бы, обстрелы и перестрелки артиллерийские. Ну и, конечно, многие, скажем так, вот эту надбавку 30 тысяч обсуждают, вот, которые лишились, ну, скажем так, почти все, кроме резерва главнокомандующего, почти все военнослужащие в тылу. Мы понимаем, что в тылу и тыл солдатский, он больше, чем вот передок. Так всегда было. Это правильная и справедливая, как бы, ну, диспозиция. Лучше организован тыл, работа подальше от линии фронта, тем острее будет вот этот наконечник, удара вооруженных сил. Что бы вы сказали по поводу этих выплат, недовольства и, ну, как бы, как грамотно проанализировать ситуацию с вот этим обеспечением украинского солдата? Ну, насчет недовольства. С этого начнем с информационной, то есть идеологической составляющей. И, значит, когда меня учили в военном училище, потом я стал командиром, начальником, потом учил своих, своих подчиненных. Перед тем, как отдавать приказ, надо просчитать, как его выполнить, какой есть ресурс, сколько на это необходимо делать, провести соответствующее информационное обеспечение, а потом его выполнять и контролировать. Значит, к большому сожалению у нас идет с точностью наоборот. Сначала есть какое-то, сначала есть решение, которое не обеспечено, а потом начинается имплементация. Это неправильно. Опять же, это взвод народного мышления, оно приводит к тому, что, к чему вы сказали, недовольство. Потом, естественно, назад все возвращается, все у нас справедливо, опять же, праведливо. Я потом скажу, я уже буду комментировать, я скажу, что праведливо, но все равно вызывает определенный вопрос. Это первое. Второе. Перед, я насколько понимаю, кто принимает это решение, не советуется с военными, с вооруженными силами. То есть, приняли политики, потом они спускаются на вооруженные силы, а вооруженные силы знают, как делать, и потом начинают, не знают, как выйти. Теперь справедливо. Действительно. Должно быть справедливо. Те, кто находится на линии боевого сопротивления, должны получать больше, чем те, кто находится в тылу. Это всегда такое будет. Всегда. Всегда. Год за три, тройная оклад и тому подобное. Те, кто в тылу сидят, получают столько, сколько он должен под должностного положения. Хочешь, получать столько и выполнять свой священный долг по защите батьковщины. Пишешь рапорт подразделением туда и решай. Решай, то есть, защищай Родину и государство будете обеспечить всем необходимым. Вот это тоже очень важно. И третье, что самое важное, что мы пропустили. Мы пропустили, опять же, очень слабая информационная составляющая, которая проводит Министерство обороны. Министерство обороны, это, опять же, я рассказывал, что такое Министерство обороны, но в том числе, оно информационное, не ВСУ должны быть, уходят, ВСУ, там, Генштаб, что-то, нет, это Минобороны должны быть. И очень слабый кадровый потенциал именно Минобороны, который решает эти задачи. Вот это к этому все приводит. Люди назначены, вообще не понимают, что такое воинская служба. Они бьют, как вы знаете, в армии говорили, бьют по хвостам. Они не думают, что будет через неделю, через месяц, к чему приведет принятие такого решения. Если идут к приказам министра обороны, и должны докладывать, вот приказ, подпишите, то есть, введите в действие, но это приведет к тому, к тому, к тому. А как они скажут, они сами не очень понимают, к чему это приведет. Потому что они, хотя, с одной стороны, не должны быть военными, гражданские, Минобороны должны быть гражданские, это цивильный орган. Но, с другой стороны, не должны советоваться с военными, к чему это приведет. Должен быть какой-то жизненный опыт. Вот это все проблемы. Мы больше, вот все вот эти проблемы, связанные с сектором обороны, в основном очень много, ну процентов 50, это мы сами, самовласть это делает, а потом успешно преодолевает. Но, опять же, я, как и до войны говорил, как и сейчас говорю, без усиления кадрового потенциала в министерстве обороны, такие-таки случаи и дальше будут продолжаться. И, что еще основное? Опять же, без демократичного, цивильного контроля за военной организацией. Почему солдаты пишут? Это должна заниматься гражданская власть, гражданская, в том числе, вы журналисты, вы поднимаете эти вопросы, и власть к этому должна прислушиваться. Но они же это не слушают. Они же считают, к тому, что, считают, что если ты начинаешь критиковать, значит ты, нарративы Кремля, там, агент Москвы, кто-то там еще, кем-то тебя вызывают. По другой стороне, опять же, в военное время, мы же сейчас ведь не критиканцем занимаемся, мы поднимаем серьезный вопрос, который солдаты, то есть военнослужащие, офицеры, солдаты, сержанты, рядовые сержанты, и офицеры, офицерский состав, в принципе, их это поднимает, поднимает эти проблемы. Ну, будем надеяться, что их будут решать, но я вижу, самое главное, последний тезис, самое главное, таких проблем не допускать, а для этого надо просто анализировать, брать профессионалов, которые понимают, к чему это приведет, а если не знаешь, как поступить, поступай по закону, позвони к военным, и спроси, вот укажешь, есть знакомый военный, уровня, там, подполковник, полковник, и спроси, да лейтенанта может спросить, к чему это приведет. Ну, даже лейтенант, выпускник академии скажет, да, это справедливо будет так, что, кто воюет, получается, столько-то, кто не воюет, тот готовится к войне, потом его направят, тот, кто воюет, вернется в тыл, ему ротацию все равно же должно проводиться, правильно же, это так оно и должно проводиться, поэтому, вывод очень простой, не хочешь проблем, думай перед тем, как принять решение. Ну, понятно, что, здесь нельзя, каким-то образом, критиковать, чтобы не перегнуть палку, но, Олег Иванович, ну, давайте же откровенно, когда, там, люди идут, вооруженные силы Украины, они, вот, вопрос финансовый, должны, ну, скажем так, вообще закрыть, то есть, ну, не должно было быть этих видео солдат, не должно было этих быть, ну, скажем так, как бы, урезаний, выплат, потому что, получается, что год прошел, и, вот, сначала было так, а теперь, по-другому, это же, нет хорошей жизни. Когда, начали говорить о том, что, министры, все, все должны получать, много миллионов, вот, где-то 14-го года, все должны получать миллионные зарплаты, министры, они выполняют очень, то есть, стояла на первом месте финансовая составляющая, а не гражданская составляющая. Я всегда говорил, это приведет к очень, к платежному, плачевному состоянию. вот, значит, когда, служба в родине, служба батьковщины, священный долг каждого гражданина, он должен идти, то есть, идти на защиту своей батьковщины, священный долг, выполнять священный долг, но, государство, его должно обеспечивать, в соответствии, как оно может, и в соответствии, чтобы он достойно жил. Вот я вот, 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 вот что. Поэтому, мы вот этот вопрос, надо пересмотреть по-другому. Не то, что я пошел, мне там, я иду туда за деньги. Подожди, ты идешь защищать страну, свой город, свою семью, за деньги ты ее защищаешь? Нет. Ты ее защищаешь за что? Потому что напал в рак, правильно же? А деньги уже, твои деньги, это уже вторично, это чтобы твоя семья, в которой ты находишься на фронте, твоя семья, могла жить спокойно, не голодать, и чтобы тот, кто воюет, в принципе, знал, что дети обеспечены, жена обеспечена, ну, то есть, за квартиру заплачено, и дома тепло, правильно же? Это же самое основное. То есть, без этого, как еще Наполеон говорил, что моральное в три раза превосходит материальное. То есть, если высокий моральный дух, то есть, один солдат, трех, кто к материальному, трех, один к трёму. То есть, один батальон может победить одну бригаду, равно сражаться, если он морально очень высокий дух. Так вот я что говорю, мы поменяли, мы поменяли моральные, мы поменяли на материальные, поменяли вот эту парадигму. а я, я всегда говорил, что, военно-политичное выхование, военно-политичное выхование, необходимо очень, должно очень жестко работать, и его необходимо поднимать. «Да нет, это всё ерунда». Потом, где-то за последний год, за последние полгода, начали там, что-то делать, в итоге, как всегда, не довели. Одни лозунги, ничего не довели. Так вот, без этого возвращаться нельзя, без начальной военной подготовки в школе, без работы, как его, действительно, политического выхования, связанные с, по крайней мере, с теми проблемами, которые есть, которые люди должны, то есть, авторитеты, которые должны внедрять в общество, и воспитывать, и школьников, и солдат, и общество. Без этого ничего не будет. А рассказывать, что за деньги мы, вот, приходите, будете получать столько-то, так что, это наёмная армия? Нет, наёмная армия, то есть, контрактная армия, может быть, только в мирное время. А сейчас у нас не контракт, но у нас сейчас народная армия, правильно? Воюют все. Наверное, да. Народная армия, мобилизоны, воюют все. Олег Стариков был моим сописедником сегодня, спасибо вам большое за ваше время, и ваши мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя, всем всего хорошего, добра и света. Увидимся.